Я хочу, чтобы у меня за плечами были цветущие города, счастливые люди и, что для меня очень важно, шанс на будущее у моей семьи, у моего народа, у моей России и у моего мира. Каждый день, каждую секунду я поглощаю тонны информации. Я учусь каждую секунду у каждого. У меня нет внутреннего успокоения, у меня есть жажда к знанию, у меня есть жажда к жизни. И она проявляется в том, что каждый человек – это источник концентрированной мудрости. Моя задача – слушать, моя задача – впитывать и, возможно, быть полезным. До знакомства с Аланом Саубиевым мне казалось, что представители IT-индустрии сугубо интроверты, и вся их жизнь базируется во всемирной паутине. Однако это далеко не так. Его локация где-то между Аланией, Москвой и Санкт-Петербургом, его мысли о том, как подружить новые технологии и традиционные мировоззрения, его сердце рядом с семьей и малой родиной, откуда все и берет свое начало. Алан, хотелось бы поговорить с вами о роли учителя вообще в жизни человека и в вашей жизни. А школа в вашей судьбе присутствовала не 10, не 11 лет, а гораздо дольше и гораздо больше, чем в жизни каждого из нас, потому что у вас мама – педагог. У нас сложилось так, что работа была неотделима от семьи, потому что и мой отец – врач, и мама – учитель, они болели своей работой, они смешивали абсолютную работу и семью. Поэтому я с самого рождения, фактически с момента, когда начал осознавать окружающий мир, оказался в контексте двух стихий – медицины и образования. Школа оказалась в моей жизни задолго до того, как я пошел в первый класс, с букетом, к первой учительнице. Так получилось, что часто мама приводила меня к себе на работу. Я прекрасно помню на третьем этаже нашей школы третий кабинет, как он был оформлен. Школа оказала огромное на меня влияние, и в этом плане я благодарен и маме, и школе, и системе образования. Это удивительная сила отечественной системы образования, до сих пор сохраняя инерцию созидания, сохраняя инерцию гуманизма. Ну, вас ведь тоже нельзя, конечно, назвать классическим учителем, но идея наставничества как такового, я так понимаю, что не чуждо, и в вашей биографии встречается. Я имею в виду, вот как раз, пусть идет тот этап, который связан с лидерами России. Я исповедую принцип «Не навреди», и стараюсь быть максимально корректным. История с наставничеством в рамках того же проекта «Лидеры России», она продолжается. Был первый цикл, а сейчас начинается второй. Мне очень приятно, что по итогам первого цикла очень много финалистов остановили свой выбор на мне, как на наставники. Это огромная ответственность. Отличник и перфекционист, талант спит по 4-5 часов в сутки. Благодаря этому успевает много и в разных сферах. Пропагандирует здоровый образ жизни и абсолютно не лукавит. За пару лет похудел на 30 килограммов. Теперь рассказывает об этом в закрытом аккаунте соцсетей, делясь личным опытом. Несколько лет подряд я жил во второй столице нашей родины, в Санкт-Петербурге. У меня достаточно большой сформировался круг общения. Последние лет 10 я почти половину года всегда проводил в Москве, потому что большинство проектов, связанных с моей профессией, все-таки они в столице. Ближайшие 48 часов Алан проведет во второй столице России, Санкт-Петербурге. Организатор и идейный вдохновитель форума «АйТи-диалог». Наша команда любит вызовы. Завтра начинается огромный форум, всероссийский АйТи-форум, который собирает самых крупных экспертов, самых лучших специалистов, руководителей органов власти, вице-гибернаторов, федеральных чиновников. Все собираются в конце года обсуждать итоги цифровой трансформации России. То, что мероприятие проходит на площадке президентской библиотеки имени Бориса Николаевича Ельцина в Петербурге. И мы будем обсуждать то, что будет завтра и с цифрой, и с людьми, и со страной. Я надеюсь, у нас все повышится. В сфере информационных технологий работает с 1999 года в качестве программиста ЭВМ. В разные годы возглавлял АйТи-направление в Северо-Осетинской таможне, Министерстве промышленности, связи и информационных технологий РСО «Алания», Министерстве образования и науки «Алания» работал научным руководителем Центра урбанистики Санкт-Петербургского политехнического университета имени Петра Великого. Основал Академию системного анализа, был ее директором. И в свое время даже Центр стратегических исследований я открывал в Москве. Поэтому формальный переезд – да, а онлайн-средства мне последние лет десять уж точно позволяли работать в Москве, находясь в Северной Осетии и Алании. Но сейчас ситуация сложилась именно таким образом. Вот все сошлось в единую точку, что я понял. Москва зовет, надо собираться, надо брать семью в охапку и вперед. Жена Инга и сыновья Беслан, это Салтан, переезд восприняли спокойно. Патриархальный уклад в классических традициях еще родительской семьи. У вас двое прекрасных мальчишек. Вы их воспитываете так же, как растили вас, или немного иначе? Все-таки они живут в другое время, они вот… Ритм жизни другой у них обязательно будет. Я думаю, что у нас не было таких возможностей, которые есть у детей в нынешние времена. Но нынешние дети растут совершенно в иных условиях. Из того, как воспитывали нас, базовые моменты я считаю правильными. Я их надеюсь воспитать и культивировать и в своих сыновьях. Я уверен в том, что в вопросах развития, воспитания, обучения детей нет такого явления, как учитель обязан, родитель обязан. Это всегда кооперация, это всегда синергетический эффект. И еще стоя на берегу, я считаю, что и родители, и учителя должны договариваться о том, чтобы наилучшим образом, совместными усилиями работать над развитием ребенка. А в вашем детстве школьном это было достаточно гармонично? Школа моего детства, она достаточно интересная школа, потому что мы начинали в определенную эпоху, при определенном строе. Потом на наших глазах это все рушилось. Но даже при этих всех событиях я преклоняюсь перед своими педагогами, перед нашей школой. Они умудрялись сохранять школу в качестве небольшого островка стабильности. Они, как я уже теперь понимаю, защищали детей, защищали наше детство. Наша школа, та, в которой я учился, обычная сельская школа, она сохраняла определенные традиции. Мама нашего героя отдала работе в школе в поселке Ильхотово полвека. В средней школе Белла Николаевна до сих пор преподает осетинский язык и литературу. Для Алана, как приверженца цифровых форматов, необычайно важно, что вся его семья с передовыми технологиями на «ты». Мама первой в республике организовала несколько лет назад урок мира на несколько континентов. Это было еще в тот период, когда даже в качестве интернет-соединения можно было сомневаться. Ну а что мама говорит о современной школе? Мама в полном восторге от современных поколений. Она видит, насколько они внутренне свободны. Она видит, насколько им интересен мир. Несмотря на то, что потребление информации, формат потребления поменялся и бесповоротно, технические средства должны усиливать позиции возможностей учителя, обогащать образовательный процесс, но никаким образом не заменять. Это огромный ресурс развития для нашей страны. И если мы правильно решим нашу задачу, то этот ресурс позволит на многие десятки лет, а может быть сотни лет, обеспечить устойчивое развитие нашего государства. Однако, работая в цифровых технологиях, зная отрасль изнутри, Алан не отрицает и проблем, которые остров станут уже в ближайшие пять лет. Одна из них – формирование жизненных ценностей у современной молодежи. Она станет проблемой государственного уровня. Поэтому школа современная – это не только место, где учат чему-то. Это в первую очередь место, где люди получают свой первый социальный опыт, где формируется общегражданская идентичность, где каждый понимает, формирует те ценности, на которых основывается ткань нашего общества от Калининграда до Камчатки. И здесь крайне важно понимать, что функция школы – это больше социализация, социальный опыт, формирование общегражданской идентичности и то, что называется сейчас новой грамотностью. Я бы вот еще добавила, что отечественная школа – это еще и авторитет учителя. Согласны ли вы с этим? Авторитет учителя уже не как транслятора знаний, а как человека, у которого есть уникальный опыт, который помогает детям отвечать на насущные вопросы, правильно формировать их жизненную траекторию. Но для того, чтобы учитель в этой роли был уважаемым человеком, надо сделать так, чтобы общество и государство стали учителей уважать. И последний, наверное, вопрос. Сегодня у вас исторический день, мы вас поздравляем с новым назначением, с новым этапом в жизни. Вот задача максимума, которую вы для себя сформулировали, получив сегодня этот документ о назначении? Советник министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России это достаточно такая серьезная задача, большая для меня честь. Мы живем в условиях, когда цифровая трансформация и все мероприятия в этом направлении встречают разный отклик в обществе. Кто-то их принимает, поддерживает, кто-то их не принимает, не поддерживает. Очень часто мы слышим мнение президента нашей страны, председателя правительства, министра цифрового развития. И свою задачу я вижу в том, чтобы транслировать сигналы и быть определенным коммуникатором между государством и обществом в том, что касается вопросов цифровой трансформации, устойчивого развития и этических аспектов цифровой трансформации. Я пока могу озвучивать только собственное видение и собственное мнение, а там надеюсь, что работа будет успешной и плодотворной. Чем больше лет проходит, тем больше причин сказать спасибо своим учителям. В первую очередь за то, что научили думать, научили решать проблемы, научили не сдаваться даже в самых сложных жизненных ситуациях. Субтитры создавал DimaTorzok